Партнер игр КВН Тиньков Банк. Установи приложение Тиньков. КВН Тиньков. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. И, естественно, с Новым Годом всех вас. Но совсем недавно мы уже были в этом зале, Крокус Сити Холл. У нас был праздник, мы отмечали юбилей уникальной игры, уникальные 60 лет КВН. Праздник праздником, но с апреля, как бывает каждый год, с апреля начался очередной сезон КВНовский. И сегодня мы добрались до финала. Замечу, что во время игр этого сезона мы практически на каждой игре задавали себе вопрос, а что же такое КВН? Самые разные звучали ответы. КВН – это соревнования, КВН – это школа, КВН – это немножко искусство. А я вот на юбилейной игре предложил еще один вариант. КВН – это лучший способ прожить свою молодость. Но праздник праздником, повторяю, а сегодня финал и большое напряжение в рядах команд, которые в этом финале оказались. И замечу, что если характеризовать КВН для них, для тех, кто участвовал в этом сезоне, то для них КВН – это маленькая жизнь. Итак, мы начинаем. Дорогие друзья, перед вами представители команд, которые вышли в финал этого сезона. Ну, начну не с тех, кто выиграл полуфиналы и оказался в финале. У нас каждый год проводится игра в нашем доме КВН на Кубок мэра Москвы. И обладатель этого Кубка мэра Москвы – сборная университета «Синергия» под названием «Юра» – город Москва, финалисты. И еще одна команда, попавшая в финал по решению жюри той же игры – команда КВН «Доктор Хаус» – город Могилев, Республика Беларусь. Ну, и теперь три команды, ставшие победителями полуфинальных игр сезона. Команда КВН «Имени меня» – город Королев, Московская область. Сборная Пермского края, Пермский край. И еще одна команда весьма необычная сборная – сборная КВНщиков разных лет. Каждый из участников этой команды когда-то играл в своей команде, но не получилось стать чемпионами, добраться до финальных золотых наград. И они собрались вместе в единую новую команду и, естественно, рвутся в бой. Вот, дорвались до финала, в свою очередь. Команда КВН – неудержимый Джо, Россия. И с удовольствием представляю состав жюри нашей сегодняшней игры. Председатель жюри Константин Эрнст. Сам Нагиев. АПЛОДИСМЕНТЫ Рад приветствовать новичок в жюри, но весьма популярный новичок, народный артист Российской Федерации, режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Мне приятно, что, побывав однажды, возвращаются к нам и на следующие игры Светлана Лобода. АПЛОДИСМЕНТЫ Перечислять все звания, титулы, награды не буду. Остановлюсь на только скромном звании этого члена жюри. Олимпийский чемпион Татьяна Навка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, конечно, человек должен быть в жюри, который прошел КВНовские испытания, сам на себе все это почувствовал. Рады видеть Пелагея. АПЛОДИСМЕНТЫ И хочу, чтобы вы приветствовали человека, который, ну, почти все годы, что существует КВН, находится иногда внутри, но большей частью рядом с игрой, рядом с нами. И это здорово. Режиссер Юлий Гусман. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, друзья, целых пять команд, всего два конкурса и один набор золотых медалей вот на этой елочке. Всем удачи! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, первый конкурс. Нетрудно догадаться, что им будет приветствие. И начнет его команда КВН «Доктор Хаос» Республика Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене команда из Белоруссии. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Беларусь! АПЛОДИСМЕНТЫ Беларусь! Я не знал, что задержусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, 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 товарищи мигранты, спасибо вам большое за эффектный выход. Можете идти за колесы. Куда? Так, давайте вы сами найдете, чтобы потом не говорили, что беларусы вам дорогу показывают. Давайте. А зачем мигранты так сильно хотят попасть в Германию и Францию? Ну, как зачем? Новый год же. Семейный праздник. Привет, Москва! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, здравствуй, Россия. Россия, Россия. Ммм, какое натообразующее слово, да? Так, финал. Нужно победить любой ценой. А почему, как появляются беларусы, сразу начинает фигурировать какая-то цена? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что сегодня победить наш долг. А, как известно, в Новый год с долгами входить нельзя. А, это поэтому в Беларуси до сих пор 94-й год? Может, вернемся в 21-й? Вот Беларусь признала Крым. Я так понимаю, мы деньгами уже не думаем отдавать, да? Так, ребята, ребята, давайте темы полегче. Вот передачу «Поле чудес» решили переформатировать. Только сейчас? Ну, есть и другая новость. Вот в России запретили вывозить лес. Только сейчас? Так, финал. Новый год. Нужен подарок. Согласен. Александр Васильевич, большую часть всегда вас видна только наполовину. Поэтому в честь финала мы решили вам подарить вашу фотографию в полный рост. Примите от нас этот скромный подарок! Ой, Александр Васильевич, извините. Просто мы баннер в Беларуси распечатывали. Сказали, что хотим фото президента. Нам, видимо, сделали стандартное. Сейчас себя чувствую, как мышь из «Пом и Джерри». Стою такой маленький, а рядом огромные ноги хозяина. В общем... Александр Васильевич, мы это все к чему? За то время, что мы играем в КВН, мы поняли, что вы для нас человечище. Только сейчас? Ладно, ребят, давайте как ответ белорусского МИДа. Коротко и смешно. Начинаем. Депутат Рашкин опять наступил на те же грабли. Твою мать! Главное так на кабанок похож. Ты что сделал, олень? Сдавай мандат, теперь будешь работать. Блин! Дмитрий Нагиев в барбершопе. Так, все, пожалуйста. Пока-пока! Звонок в службу спасения. Алло, девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут в лесу заблудился. Можете там быстро на мониторе посмотреть, где я нахожусь? На каком мониторе? Ну как, я же вакцинировался, вы же должны меня отслеживать. Мы вас не отслеживаем и не видим. Замерзла, что ли? Так, мужчина, вакцину делаю для того, чтобы вы не болели ковидом. Да ладно, ты что, угораешь? Как вас зовут? Юрий Эдуардович Лоза меня зовут. Так, мужчина, мы не можем пока вам помочь. Блин, ладно, повезло тебе. Земля плоская, не встретимся. Константин Львович, такое дело. Значит, мы уже три года играем в КВ на Первом канале. Вот, уже как бы время пришло спросить. Дело в том, что нашего эфира на Первом канале уже было 2 часа 37 минут. Вот, вот уже финал, пора бы... Костыль Львович, что там по денюжке? Сколько мы вам должны? Я скажу сразу, у меня только три нуля. Ребят, забирайте вас. Какие три нуля? Мы тоже умеем играть. Тем более финал, время раскрываться. Ну, давайте посмотрим. В своем интервью Владимир Владимирович Путин сказал... Иногда приходилось подрабатывать и из воздуха. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было. Итак, начало 90-х, где-то на улицах Москвы. На Белорусский вокзал. Э, поехали. Давно таксуешь? Ну, я вообще не таксист. У меня работа есть. А такси это так, для души. Любишь порулить? Понимаю. Фу, а чем это пахнет? Вонючка, польска? Да. Так и думал. Дай газу. Что? Я говорю, газу дай, не жалей, опаздываю я. А, приезжий. Да, я сам из Беларуси. Вот привез колбасу продавать в Москву. Думаю, пойдет, не пойдет. Белорусская пойдет. Сейчас время такое, надо крутиться. Да, потому что развалили страну. Где теперь людям работать? А хочется работу такую, чтобы вот понятную, стабильную, надолго. А ты один работаешь? С напарником, Димой. Сегодня я, завтра он, потом опять я. Удобный, удобный график, удобный, Дан. Шеф, ничего ж ты так, шеф. Скажи честно, за рулем выпиваешь? Нет. Вот на меня на ней дед гонял, он трезвым за руль вообще не садился. Смотрю, нормальный ты мужик. Саш. Володя. Ну, дай бог, свидимся. С вас сто рублей. Слушай. Давай я тебе потом обязательно отдам. Сегодня команды будут давить на эмоции, чтобы выпросить медали. Но, как известно, Москва с Клизом не верит. Потому что что-то просить в Москве – это давно уже профессия. Мы подготовились и наняли настоящего профессионала. Встречайте, Виктор Фёдорович Попрошайло. Попроши в облако Подарить нам белый слог. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, ребята, мало времени, давайте быстро. Что просим? Ну, мы команда КВН «Доктор Хаус». Так, 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 и что, и что? Играем в высшие лиги. Ага, высшие лиги, что-то слышал. Ага, ага. Сегодня финал, важная игра. Так, 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 и что, и что, и что? А вы точно профессионал? Конечно. Я с Давой работал. А, он просил сделать его популярным? Не, не, он просил никому не рассказывать, как он стал популярным. А вы, ребята-то, сами вообще откуда? Мы из Беларуси. Поможете? Конечно. Я не могу подвести своего учителя. Ладно, че, приступим. Нет, ребят, я так не могу работать. Почему? Мужчина справа в жюри подпевает. Это куда вообще? Все, ребят, я сделал все, что мог, дальше сами. Да какое сами? Против четырех белорусов играет четыре команды из России. Ну, ребята, не знаю, ну, пойдите на хитрость, сыграйте честно. А наши честные оценят честно? Ребята, мы в России. Честно? Понятия не имею. Фух. Фух. Зато честно. Друзья, в Новый год, когда в Москве будет полночь, в Могилеве, в это же самое время тоже будет полночь. Уважаемая жюри, Александр Васильевич, мы так гордимся тем, что живем с такими людьми в одно время. Спасибо! Спасибо! Мысли шире с Тинькофф Платинум. Оформи кредитную карту Тинькофф Платинум до 10 января, и мы увеличим кредитный лимит по ней. Тинькофф. Он такой один. Продолжаем конкурс приветствия. Продолжаем с силами следующей команды. Команда КВН Юра. Университет Синергия, Москва. Финал высшей лиги. Крокус Сити Холл. Команда Юра стоит на вершине КВН и готова водрузить на нее свой флаг. Ну вообще класс, блин. Так, и что это такое? Гар, ну так финал, мы хотели сделать что-то масштабное. Мы единственная команда из Москвы. Так спускайтесь с гор обратно в Москву, как это делают многие. А вы там одни? Ну да. Ну такая большая белая гора, думаю, может Билан там тоже с вами. Гар, ты, кстати, можешь загадывать желание. Почему? Ну стоишь между Александром Васильевичем и горой. Так сказать, между двух глыб. Лизать на морозе нельзя, тебе не говорили? Зар, мы в отличие от тебя хоть что-то яркое для финала сделали. Ребят, у вас просто финальная болезнь. Весь сезон, значит, они шутят. А в финале большой реквизит, массовки, хоры, оркестры. Ребята, наша команда про другое. Слезайте оттуда. В жизни словно в небе. Две летают птицы. Для кого журавль в золоте медаль? А кому-то ближе скромная синица. Просто поиграть в финале и уже не жаль. Журавль! Где там небеса? Синица, вот она в руках. А мы судьбу свою испытывать не будем. И где награда для меня? И где застала для меня? Финалискаду, вот эти люди играем просто для себя. Уважаемые друзья, перед Новым годом дорожают живые ёлки. И так где-то на ёлочном базаре. Здорово. Привет. Можно ёлку, пожалуйста? Да, конечно, 18 тысяч. Не, мне не ту на фоне, которой Путин страну будет поздравлять. А мне вот эту. Я понимаю, 18 тысяч. 18 тысяч ёлка? Последний раз за 18 тысяч ёлка в ресторане 4 песни спела. Так, мужик, у нас разные цены. Выбирай другую ёлку. Хорошо, а вот эта сколько стоит? Ой, это 50 тысяч. А почему так дорого? За неё Грета Тунберг впрягалась лично. Извините, пропустите, женщина с детьми. Пропустите, я очень быстренько. Здравствуйте. А будьте добры мне, пожалуйста, ёлочку побольше. Ну, вот эта 43 тысячи. Да, отлично, подойдёт. Капец Путин многодетных разбаловал. Так, ну что, пойдём, нам нужно ещё успеть с тобой ёлочные игрушки в ЦУМе купить. Эй, ты кто такая? Алё, кто ты такая? Друзья, а мы заметили, что в передаче «Голос» на этапе поединков строчки в песнях иногда распределяются так, что сразу понятно, на кого не ставят. Ну что, строчки распределили. Поехали. Ты неси меня, река, добродные мне места. Где живёт, где живёт, где живёт моя красота? Ну, подождите. Вам не кажется, что это, ну, не совсем справедливо? Если вы не хотите, чтоб я пела, зачем тогда вообще повернулись? Вообще-то это было не совсем моё решение, девочка. Хорошо, что Шнуров не в Госдуме. Он бы так любой закон бы принял, ребят. Друзья, финал КВН и многие известные люди хотят в жюри, но Александр Васильевич приглашает не всех. Алло, Александр Васильевич, здрасьте. Серёжа Бурунов. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, а вы чего мне не зовёте-то в жюри КВН? Когда? Крокус Сити Холл? Сейчас. Всё, я вызываю такси, еду. Ну, здравствуй, Серёжа. Добрый вечер, дорогие друзья. Серёженька, дорогой, садись, я тебя довезу. Ай, Юлий Соломонович, вы что это, в такси работаете? Даже уже Путин признался, что в 90-е таксовал. Мне это скрывать не имеет никакого смысла, Серёжа. Ну, как дела? Да ничего, вот еду сейчас в Крокус Сити Холл разговаривать, почему меня не берут в жюри? Я понимаю, там серьёзные люди. Эрнст Величина, Хабенский с Нагиевым актёрища. И я там буду сидеть с глазами срущей кошки, я же ни одну команду не знаю. Серёжа, ты будешь не один, кто не знает ни одну команду. Слушайте, Юлий Соломонович, а может какие-то правила КВН есть? Самое главное правило КВН – шутить над Пельшем, но его в жюри нет. Ну, может быть, тогда и сегодня я буду Пельшем. На себе не показывай. Значит, два самых главных правила, Серёжа. Если на тебя смотрит Айса Васильевич, ты смеёшься. Если смотрит уборщица, КВН закончился, надо идти домой. Я всё равно, я переживаю немножко, я волнуюсь, о чём я буду говорить. Старый проверенный способ, Серёжа. Представь, что перед тобой Олег Савасильевич. И скажи всё, что ты думаешь. Давай. Попробуй. Александр Васильевич, почему не зовёте меня в жюри? Вы же даже уже Бузову позвали. Айса Васильевичу не показывает. Александр Васильевич, я понимаю, серьёзная игра. Шесть тысяч зрителей, Крокус, Систи Холд. Это что, слабода-то из головы не выходит? Серёжа, жюри укомплектовано. Тебя не позовут. А может, я не знаю, с Нагиевым. Дим, ну что тебе? Ты лысый, я в пути. Давай, может, махнёмся? Да, я не знаю, ну жюри же нужна, молодая, старая кровь. Давай, Дим. Да? Да-да-да. До Крокуса три миллиона. А что, Дим, такие сейчас тарифища. Гар, скажи, так мы в итоге сегодня боремся за медали? А кто с нами играет? Ну, неудержимый джо. Ну всё, всё. Это же машина, это истребитель, это штурмовик, набитый сбитыми лётчиками. Вы что? А сборная Перского края? Страшные люди, ребята. Они шутки придумывают матом, потом на русский переводят. А доктор Хаус? А это вообще белорусы. Ну, белорусы. Белорусы. Это же как пьющий брат, всё равно дашь денег, всё равно скажешь, что любишь. Ну, белорусы. Ну, а как же команда из Королёва? Это вообще отпиленная. Ты видишь, что она в интернет выкладывается? Ни каких моральных принципов. Или какая-то другая Королёва. Подожди. Карл, нам-то что делать в финале? Ребята, самое главное нам оставаться самими с собой. Если однажды спросят у нас о долгом и сложном пути, Каждый в команде скажет тот час, нам весело было идти. Кубки, медали. Всё это не в счёт. Это всего лишь металл. Важно, что зритель нас узнаёт. Главное, что подпевать. Рак, рак, рак Майдан. Два года вместе под эту песню. Рак, рак, рак Майдан. Да он нам поможет, бой тот, кто может. Рак, рак, рак Майдан. Просто старались, чтобы смеялись. Рак, рак, рак Майдан. Чёрт у них входит всех, кто в голове. Юра, университет Синергия. Город, Герой Москва. Спасибо. Рак, рак, рак Майдан. Лик, пуш, я пелик. Гонки. Продолжаем конкурс приветствия сегодняшней финальной игры. Версия следующей команды. Команда неудержимой Джо, Россия. Дамы и господа, для нас юбилейный финал КВН – это в первую очередь праздник. Поэтому Крокус Сити Холл. Встречай, Крокус Сити Хор. Эй, давай нашу. Чё? Чё это такое? Вообще-то это символ конца 2021 года. Уходящий бык. А следующий год, год кого? Голубо. Голубого тигра. Голубого? Чё там запашные не уследили, что ли? Чё у тебя с ушами? Они сломаны. Я же борец. О, лобода. Хватит. Вообще-то сегодня финал. Да, самое время убивать. Может, удивлять? А чё думаешь, никто не удивится? Ладно. После этого финала наша команда точно уйдёт на пенсию. Поэтому предлагаю уйти как Ангела Меркель под панк-рок. Это как? На сцене неудержимый Джо! О, Россия! Мы молодая сборная и с дерзким стариком. Ну, здравствуй, тропустики, здорово, москвяков. Здесь все ради победы, готовы чё порвать. Но мы неудержимы, будем просто кайфовать. Последний наш сейчас финал. Здесь каждый КВН молодость задал. Пора и нам у КВН хоть что-то, наконец, собрать со мной. Здравствуйте, друзья! На сцене неудержимый Джо. Да, действительно, мы старые КВНчики, которые много раз говорили, что уходят из КВН. Потом опять возвращались, потом снова уходили. И вот в юбилейный сезон решили снова собраться, чтобы уже победить и точно уйти. Да, может, это звучит как новое, что Санлайт закрывается. Но это действительно правда. Ну что, в финале. В финале принято ходить с козырей, поэтому, Анечка, прошу. Эй, а чё это она, козырь? Ну как? Она же наша дикпиковая дама. Ты вообще нормальный? Я вообще-то песню хотела спеть. А в этой песне нет пропаганды ЛГБТ? Нет. А пропаганды наркотиков? Нет. Она не критикует власть? Нет. Не бойкотирует вакцинацию? Нет. Без религиозного подтекста? Ну, естественно. Ну тогда не надо, зачем нам не смешная песня? У меня есть опасная. Прошу. Я в коменте. Чё-то ляпнул о чеченском президенте. И извиняться будут даже мои дети. Нравится извиняться за шутки? Идите в стендап. Так, Роман, зачем вы вышли в костюме Деда Мороза? Я с подарками для жюри. Ох, Татьяна Навка. Олимпическая чемпионка моего сердца. Эти цветы для вас. Ты не охренел там? Давай поаккуратнее. Она всё-таки жена Пескова. Там всё серьёзно. Ой, было бы серьёзно, была бы Пескова. Пошёл вон, идиот. Ну, что дальше? У меня есть предложение, которое чаще всего слышала наша Анечка. Давайте для начала номер посмотрим, а там дальше как пойдём. Недавно Госдума разрешила полицейским вскрывать машины, заходить в квартиры и не представляться, если их жизни что-то угрожает. Итак, в квартире. А я сметану килотовую сейчас. Ой, хорошо. Вы кто такой? А я могу не представляться. Кстати, ключи от машины гони. Ничего себе, вы, может, ещё с моей женой переспите? Подождите, этот законопроект ещё на рассмотрении. Так, стоп! Вам же разрешили так действовать, если в вашей жизни что-то угрожает. Ну, с этим как раз всё в порядке. У меня ковид. Парни, кстати, новогодний анекдот. Встречается как-то между... Я прошу прощения, а что с Рухином? Ты чё, слепой? Это не Рухин. А кто? Внимание на экран. Одна под небесами, сгорает вся на дно, и жизни без тебя я привыкаю. Светлана, спасибо вам большое. За поцелуй? Нет, просто я с того дня натуралом стал. Слышь ты, натурал, как к ней фли попасть? Всё просто. Нужна бутылка шампанского, коробка конфет и уверенность. Бутылка шампанского, коробка конфет и уверенность. Помнишь меня? Зайчик. Расул Аглы. Ну чё, целоваться будем? Я очень удобный, можешь не вставать. Когда там съёмки следующего клипа? Да может, она вообще не планирует клип снимать. Конечно, планирует. Кто слушает песни «Лободы» без клипа? Так Рухин, может, хватит. Ну хорошо. Это, конечно, всё шутки. Спасибо вам, Светлана. Останемся друзьями на память в инстаграме. Вот видишь, как меня любят. Всё, давай. Аня, а ты чё вышла? Ребят, ну раз пошло такое дело, я хочу целоваться с Нагиевым. А это кто такой? Внимание на экран. Дмитрий, спасибо вам большое. За поцелуй? Нет, просто я с того дня тоже натуралом стал. Друзья, мы посчитали, это чистая правда. За 60 лет КВН чемпионами стала 51 команда. Уважаемые члены жюри, у вас сегодня есть такая уникальная возможность выровнять статистику. Вань, подожди. Но в нашей сборной всего 6 команд. Даже если всё получится, то будет 57. Ну, я вообще-то ещё играл за команду КВН Гуран и Чита. Ну, 58. Эх, не хотел вспоминать. Морская академия Мурманск. Ну, всё равно 59. Ну, получается, главное, чтобы сегодня всё получилось у неудержимого Джо. Осталось только классно спеть финальную песню. Как мы умеем, с настроением, с удовольствием. Нужна нам песня в финале, переделать можно, но я бы не стал. Ведь красиво, очень мощно прозвучать здесь может оригинал. Зачем солнце мне, Монако? Для чего скажи мне? Луна в центре фе, когда твой взгляд светит ярко. В этом смысле ноль, если тебя рядом нет. Неудержимый Джо. Бестерник звёздам. Партнёр игр КВН, Тинькофф Банк, поздравляет всех участников и зрителей с финалом сезона и с Новым годом. Пусть праздничное настроение остаётся с вами как можно дольше и в 2022 году с каждым случится что-то хорошее. Тинькофф Банк, которому уже 15 лет, доверяют миллионы клиентов. Конкурс, приветствие, версия команды из Подмосковья, город Королёв имени меня. Победить в юбилейном финале – это фантастика! Финал в Крокусе. Задача сегодня непростая – победить. Он говорит так, как Джиган думает. Выиграть, чтобы быть надо сильнее всех раз в 300. А если б не запикали? Как ты вообще здесь оказался? Откуда Кьюр Кот? Как на госуслугах доказал, что не робот ты? Вперёд! Да пребудет с вами Александр Василов! До финала долетели, доказали. Мы надели, что погоня за медалями. Готовы всех уделать, всех опередить. Будем впереди, через море бед и перипетий. Не перегорим, будто бы петель доказать. Давно мы решили, кто на самом деле тут неудержимый. Так что фокусите, початы не просите. Носилки выносите, мы готовы выносить. Их докажем, кто чемпион. Да, скажем, кто чемпион. И в пункт жюри сегодня выберут лучшего. Но не за заслуги, а заслуженно. Не переживайте, всё нормально. Этот рэп уже проверил Следственный комитет. И признал его прикольным. Александр Васильевич, а вот если глобально, к чему всё это? Куда всё это время идёт КВН? И какую роль в этом сложнейшем механизме сыграл Игорь Верник? Загадка. Миниатюры. У-у-у, какой тёплый зал. Хорошо. А вы, кстати, не задумывались, что Дед Мороз — это просто курьер? Ладно, шучу. Никаких курьеров не существует. Это просто батя переодевается. Недавно в Москве ввели новую систему оплата лицом — FacePay. Итак, в метро. Извините, у меня оплата не проходит. Большое спасибо! Это моя работа! Самая неловкая ситуация — это когда взрослые люди, чтобы укрепить отношения, приходят в магазин «Сами знаете чего». Надя, соберись. Как в бане, а? Что я вообще тут делаю? Я учитель русского языка и литературы. Мне это всё дорого. Ну, у нас же годовщина. Тогда, может быть, возьмём тебе вот эту, трезиновую. Не, не надо. Это как с лодкой. Полчаса надуваешь, а потом уже не хочется ничего. Так, берём вот эту. Мужчина, у вас есть от неё инструкция? Да, вот, держите. А, знаете, нам и инструкции достаточно. Нет более заботливого человека, чем мужчина, который сажает девушку в такси после корпоратива. Королева, ваша карета до королёва. Старина, на ближайшие полчаса эта женщина твоя мать. Доедешь? Пиши. Ты доедешь? Пиши. Я доеду? Напишу. Короче, чатик создадим, все отпишемся. И это. Береги её. Она за бутылкой едет. Под Новый год мечты сбываются. Даже у одинокой начальницы. Всё, я Любу на такси посадил. Я, наверное, тогда тоже поеду. Останьтесь. Алексей, скажите, находите ли вы меня секси-шмекси? Если честно, больше шмекси. Хотя чё я выёживаюсь? Я посредственный бухгалтер, холостой. Мне сейчас 39, ещё года 2-3. Всё. С ракет. Тогда может быть... Кружит тихо, кружит тихо. Алексей, скажите, а мы увидимся с вами завтра? Нет. Путин же объявил 31 декабря выходным днём. А что если мы тогда с вами возьмём бутылочку шампанского и пойдём против Путина? Алифтина, Алифтина, вы такая смешная. Вам бы в КВН. Кстати, сейчас же финал КВН показывают. Хотите, посмотрим? А давайте. О, вот это прикольная командёха. Да, но только баба у них какая-то неприятная. На шапокляк похоже. Смех накладывают. Погодите, Алексей. Это что, мы? Мы что, КВНщики? Я что, неуспешная начальница? А я Любу не в такси, а просто на стул посадил. То есть, получается, мы никто? Наоборот. В КВНе можем быть кем угодно. А если серьёзно? Королёву в этом году исполняется, это чистая правда, миллион лет. И если мы не выиграем, я не знаю, как я буду смотреть в глаза своим детям. Которых из-за КВНа я почти не вижу. Алло? Я только что четвёртого родила. Поздравляю. Ладно, что мы всё о себе да о себе. Пусть за нас скажет обычный зритель. Крокус, привет с МКС. Привет! Имени меня молодцы. А главное, всё сами, без чьей-либо помощи. Мы поздравляем КВН 60-летие, а Королёв с миллионолетием. Большое спасибо вам за вызов. А вам, ребята, спасибо за звонок. В финале командам сложно, но жюри сегодня будет ещё сложнее. Но вы не переживайте, расслабьтесь, не бойтесь ошибиться. Потому что всё равно вы не ошибётесь сильнее, чем певица Слава. Знаешь, я немного ошиблась, мне не двадцать, а сорок четыре. Команда КВН имени меня, имени кого угодно. Спасибо. Жим, три болеза, не лето, три полоски на кеды, два, всё, всё, всё. И ещё одна команда со своим приветствием – сборная Пермского края. Пермский край. Встречайте, в финале худшая сборная Пермского края. Офигеть. Вот это дичь. Никогда в них не верил. Хотя, как губернатор, должен был. Удачи, ребята. Привет, Кроку! Финал Новый Год! Полковь, дать не шума! Я доскучусь до всех сердец. Большому залу большой певец. Всю жизнь мечтали попасть в финал. Внутрадскую прокурс, внутрадскую зал. Знакомьтесь, наш пермский Фредди Меркури. А я думаю, куда жёлтое кожаное кресло из гостиницы пропало? Так, ребят, соберитесь. Финал – самая важная игра сезона. Где Игорь Александрович вообще ходит? Блин, в этом Крокусе пока с улицы придёшь опять курить охота. Здравствуйте, я Игорь Александрович, главный в этом балагане. Игорь Александрович, это финал, вы можете посерьёзней? Хорошо, тогда серьёзный вопрос. Вот скажите, что за это инвестиции сейчас такие популярные стали? Там, говорят, денег можно заработать. Это что вообще такое? Ну, смотрите, берёте все свои накопления... А, всё, неинтересно. Игорь Александрович, уходите, вы нам мешаете. Шишиште, давай поуважительней. Я, между прочим, в Сирии был. Да чё вы всё гордитесь своей часовой пересадкой из Египта? Вы издеваетесь? Вы чё, проиграть всё хотите? Егор, да чё ты так за этот финал держишься? Вы и так уже три игры выиграли. Вы же не Путин, чтобы четыре раза подряд побеждать. Вообще-то он не четыре раза подряд побеждал. Там ещё Медведев был. А ты думаешь, Медведев не его победа? Игорь Александрович! Вы вообще чемпионом стать хотите или нет? Да нет, конечно же. Молодёжь, нам вообще нельзя выигрывать. Почему это? Ну, потому что чемпион пропускает сезон. А я к суточным уже привык. И жена у меня привыкла, что я за год всего три дня дома был. Погодите, мы же сюда всего четыре раза приезжали. И то максимум на неделю. Ну, это вы, скучные люди, с вокзала сразу домой едете. А у меня там КВН только начинается. Так что всё, давайте, собираемся и пошли по Москве гулять. Игорь Александрович, мы сюда с таким трудом попали. Мы отсюда никуда не уйдём. О, а у нас, кстати, такой плакат на Первской администрации висит. Игорь Александрович, если вы нам будете мешать, то мы Александру Васильевичу расскажем, как вы его пародируете. Напугала ежа голын задом. Так лучше уходите. Ребят, всё-таки финал Новый год. Давайте что-нибудь нормальное покажем. У нас есть новогодняя песня. Новый год хулиганит. Ёлка на пол полетела. Съел Мишуру и селёдку. Я спрашиваю, кто это сделал. А кот не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. И лишь из попы Мишура слегка предательски торчит. Ребята, спасибо. Молодёжь, оказывается, столицу из Москвы переносят. С чего вы взяли? Да я сейчас там такое видел. Там из города кокаин целыми самосвалами вывозят. Игорь Александрович, это снег. Его из Москвы увозят в регионы. А это как, с бедностью? Игорь Александрович, жюри, уважаемые люди. Чё, прям все сидели? Уважаемые не значит сидевшие. Обоснуй. Игорь Александрович, вы если сами победить не хотите, вы хотя бы нам не мешайте. Пятки, енота. Чё, Плахов в жюри, что ли? Какой Плахов? Игорь Плахов, из убойной силы. Вы про Константина Хабенского? Народного артиста России. Художественного руководителя театра имени Чехова. Ну да, Плахов. Вы чё, заладили Плахов-Плахов? Между прочим, Константин в других известных фильмах снимался. Ну, например, в каких? Йограф Глобус пропил. А у нас трудовик жену в карты проиграл. Это название фильма. А, я думал, мы школьные годы вспоминаем. Александр Васильевич, а можно я с Игорьком селфи бахну? Он Константин. Константин Васильевич? Это чё, я целый год его неправильно называл? Игорь Александрович, мы из-за вас медали не выиграем. Ой, да чё их выигрывать? Вон, давай я просто Александра Васильевича попрошу, да и всё. Я КВН смотрел, там все так делают. И как вы их попросите? Да как к алкоголю в магазине после одиннадцати. Всё, я пошёл. О, а что это за цветочек у нас тут стоит? Будьте добры мне, Роллтон. Золотые медали и пачку Винстона. Вы чё делаете? Нужное, середину вставляю. Так всегда работает. Светите сюда. Вы чё нам постоянно мешаете? Да чё я мешаю-то? Я, между прочим, тоже к финалу подготовился. Новогоднее обращение к россиянам записал. Вместо президента? Да не, я не ко всем россиянам. Я к таким, как я, неисправимым романтикам. Ну, к пьющим, короче. Ну да. Уважаемые друзья, товарищи, родные мои. Это был тяжёлый год для нас. Сейчас вы все сидите в кругу семьи, и у многих из вас рядом с тарелкой нет стопки. На многих косо смотрят и заставляют заправиться. Всем вам хочу пожелать, берегите себя. Если собрались выйти покурить, положите в карман к чекушке записку с домашним адресом. На всякий случай. Даже если вышли покурить на балкон. И помните, если выпили, не садитесь за руль. Если всё-таки сели, никуда не изжайте. Если всё-таки поехали, и вас останавливают гаишники, остановитесь. Если всё-таки не остановились, и по встречке уходите от погони, не пытайтесь выпрыгнуть на ходу. Если всё-таки выпрыгнули, прыгайте хотя бы не в реку. Если всё-таки в реку, плывите к берегу, а не вдоль. Если всё-таки плывёте вдоль, то постарайтесь не замёрзнуть. Если всё-таки замёрзли, помните, у вас в куртке чекушка и обратный адрес. Согрейтесь и плывите домой, в семье. Ведь Новый год – семейный праздник. Наступающим всех! Друзья, знаете, сегодня сбывалась наша мечта. Мы в финале высшей лиги. И в конце хотелось бы сказать слово благодарности тем людям, которые всё это время нас поддерживали. Нашим родителям. Егор, можно я маме позвоню? Конечно, Лен. Алло, Лен, ну чё, как выступили? Да вот, мам, выступаем. Прямо сейчас тебе со сцены звоню. Хочу сказать, что я тебя люблю. Ой, Леночка, мы тоже тебя очень любим и очень тобой гордимся. Удачи вам. Целую. Спасибо, мам. Молодёжь, а можно я тоже жене позвоню? Конечно, Игорь Александрович. Чё надо? Да, я хотел сказать, что люблю тебя. Чё, опять менты забрали? Да нет, просто хочу сказать, что тебя люблю. Дай им трубку, я поговорю. А я серьёзно, мы на сцене стоим у нас, КВН идёт. А, КВН, клуб весёлых и неработающих. Таня, ну ты чё? Игорь, чё ты хочешь? Давай быстрее, я рыбу чищу. Какая рыба? У нас финал сезона, лирическая концовка, Масляков стоит. Да пофиг мне на вашего Маслякова, у меня ещё столешница рыбой пропитается. Да пошла ты со своей рыбой! Да пошёл ты со своим КВНом! Я приеду, разведусь с тобой, поняла? Паспорт свой сначала найди, полгода со справкой ходишь, придурок. Чё, кто следующий? Да уже никто, спасибо, Игорь Саныч. О, а можно, Егор, тогда я скажу? Если я скажу нет, вы меня послушаете. Короче, вот я тут записал, значит, в четвёртом классе областные соревнования по шашкам выиграл, быстрее всех в школе противогаз надевал и на собачьей выставке второе место взял. Ну, с собакой. Вы чё делаете? Свои заслуги перечисляю, чтоб вам победу отдали. Так все в финале делают. Игорь Саныч, в КВН победу не за заслуги дают. А, да? Ну, слава богу. А то я про шашки соврал. Сборная Пермского края! Спасибо! Так, понятно, что сыграны все приветствия. Непонятно, что же за оценки мы сейчас увидим в каждой команде. Ну, ставки в финальной игре, как всегда, максимально высоки. И в обоих конкурсах максимум 6 баллов. Итак, уважаемые судьи, оценки за конкурс приветствия. Команда КВН «Доктор Хаус» Могилёв, Республика Беларусь. Пять, шесть, пять, пять, шесть, пять, пять. Команда КВН «Юра», Москва. Пять, шесть, шесть, пять, 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 пять. Команда «Неудержимый Джо», Россия. Шесть, 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 пять, шесть, шесть, пять. Имени меня, Королёв, Московская область. Шесть, пять, шесть, пять, шесть, шесть, пять. И команда «Сборная Пермского края». Пять, шесть, шесть, пять, пять, шесть, пять. Средний балл за конкурс приветствия. Доктор Хаус 5,3 балла. Юра 5,3 балла. Сборная Пермского края 5,4 балла. Имени меня 5,6 балла. И неудержимый Джо 5,7 балла. Мысли шире с Тинькофф Платинум. Оформи кредитную карту Тинькофф Платинум до 10 января. И мы увеличим кредитный лимит по ней. Тинькофф. Он такой один. И, наконец, финальный конкурс финальной игры сезона, который, собственно, и определит победителя. Чемпиона высшей лиги. Музыкальное домашнее задание. Юра. Москва. Дорогие друзья, а наша команда не теряет надежды выиграть этот финал. Да подожди, ну ты что, ты бесишь меня, что ты делаешь вообще? Что-то не понимаю. Я же все объяснял. Ребята, мне не верите, доверьтесь статистике. Москву не любят. Последний раз Москва была чемпионом в 2007 году. Так давай спросим у этой команды, как они стали чемпионами. Дорогие друзья, встречайте. Обычные люди. Добрый вечер на сцене, обычные люди. Москвичи-то, как вы в итоге стали чемпионами? Понятия не имеем. Мы в том сезоне ни одну игру не выиграли. Ты вообще видел, как я выглядел? Люди просто смеялись над Толстым со смешной прической. Но мы просто рядом стояли сбоку, да, и иногда помогали мы в миниатюрах участвовать. Какие у нас два похожих финала. Ребята, я вообще вырос на ваших выступлениях. Помните, у вас в 2007 году в финале была вот такая шутка. Вы что, не понимаете, сегодня очень ответственная игра. Сегодня можно стать последним чемпионом при Путине. Дим, можно было не торопиться прям. А вы что, в себя не верите, да? Надо в себя верить. Вот мы свой финал выиграли. Хотя у нас в финале были команды гораздо достойнее нас. У вас такие в финале есть? Да. Они просто все за одну команду играют. Там, возможно, с вашего финала тоже кто-то есть. Ребята, ну тогда не знаем, чем помочь. Тогда давайте мы сами попробуем. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Получается, команда «Обычные люди» нам ничем не помогла? Как-то помогла. Она натолкнула нас на правильную мысль. Друзья, наше музыкальное домашнее задание мы посвятим вам, обычным людям. Добрый вечер. Здравствуйте. Друзья, начинаем рассказывать про обычных людей. Итак, представьте, канун Нового года «Обычная российская семья». По пульту, слушай, мы с подружками лоб сняли. Можешь, пожалуйста, денежек дать, и я побегу. С наступающим, кстати. Дочь, слушай, а может быть, дома посидим Новый год, отметим? Будет весело. Мы в 90-е всегда, в начале Нового года дома. Всем нравилось. Ты видела видео? Ну, скинь мне в WhatsApp, я потом посмотрю. А как я тебе кассету в WhatsApp скину? Пойдем, давай посмотрим. Только быстренько. Давай. Вот. Это мы, всей семьей. Что всей семьей? Не поняли, как одеться? Я одного понять не могу. Это мужик в ковре сидит или свитер на стене висит? Да, конечно, бедно вы тогда жили. Мы бедно жили? Смотри. Что? Два ковра у нас. Вот что. Двухкассетник у нас. Мы бедно жили. Слушай, ну если вы так встречали Новый год, то это очень стрёмно. Нормально вы встречали. Вот, смотри, вот ты. А вот сидим, отмечаем. Вы что, прям при детях синячите? Сколько себя помню. И все нормальным люди выросли, всё нормально. Понятно. Ну ладно, пап, слушай, а вы что, в рестораны вообще не ходили? Ходили, просто не всегда могли себе позволить. Но иногда ходили. Пап, вы вот это не могли себе позволить? Вы же, по-моему, просто в соседнюю комнату перешли. А это, Леночка, это ты. А куда это ты идёшь? Ну, судя по внешнему виду, я так понимаю, злая мачка послала меня в лес за подснежниками. Лен, что ты это самое... Да, пап, да потому что какие-то бредовые видео ты показываешь. Очень скучно вы жили. Мы скучно жили? У нас один раз президент пьяный с Женей Осиным в Ялте танцевал. Слушай, да мне плевать, что у вас тогда в стране происходило. Ему тоже было плевать, что у нас тогда в стране происходило. Он прям для себя жил в какой-то момент, понимаешь? Слушай, да, мы странно выглядели, странно одевались. Но как хорошо мы плохо жили. Ладно, пап, слушай, увожу я старого, давай вместе Новый год встречать. Давай, у меня 12 кассет. Тогда я пошла. Дамы и господа, в зале много обычных людей. И у одного из них захотел взять интервью самый известный Юра в интернете. Юрий будет, дочь, дочь будет, Юрий. Привет. Я хотел взять интервью у Дмитрия Пескова. Но он рассказывает обо всем только одному человеку. Я беру интервью у Татьяны Навки. Вперед. Юрий будет, дочь, дочь будет, Юрий. Юрий будет, дочь, дочь будет. Мои кореша не идут ни в какое сравнение с вашими. У меня в гостях олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Пескова. Я прошу прощения, одну секундочку, я извиняюсь, я прошу прощения. Пожалуйста, извините, ради бога, извините, все, пожалуйста. Все, давайте, вот сейчас давайте. Вы кто? Я пресс-секретарь пресс-секретаря президента. Татьяна, я отвечу на все вопросы, просто расслабьтесь. Окей, мы на КВН. Топ-3 юмориста прямо сейчас. Я отвечу. Джейм Псаки, Джо Байден и Владимир Зеленский. Окей, Дмитрий Песков, привит? Да. Да? Да. Я тоже, но я привит американским Джонсон и Джонсон. Странно, да, Татьяна, мы с вами этим голову моем, а они этим привились. Но дело их, правильно? Татьяна, две минуты, я отвечаю за вас на вопросы. По сути, вы президент России. Пожелайте что-нибудь миллиону России. Ну, конечно, я желаю здоровья, любви, счастья, верить в чудеса, верить в сказки. И я всех приглашаю к нам на нашу сказку «Лебединое озеро» 25 декабря по 8 января. Это была Татьяна Лановка. Спасибо. Гар, так и что, про медаль ничего не будем говорить? Мы про медали нет. И про чемпионство ничего не скажем? Тоже нет. Но нужно сказать спасибо одному обычному человеку. Юра, спасибо тебе. Гар, ты это кому? Ну, Юра. Это обычный российский зритель Юра, который весь год тебя поддерживал у телевизора и сегодня вот тоже болеет. Думает, выиграешь ты, не выиграешь, понимаешь? Не понимаю. Какой Юра? Ну, Юра, обычный русский мужик, который смотрит КВН, потом приходит на работу, рассказывает любимые шутки и в концовку два раза повторяет. Ну, Юра, у которого в машине навигатор голосом Жириновского разговаривает. Вот. Юра нас поддерживает. Главное, чтобы Юра нас оценил. Так нас же сегодня оценивают жюри. Ну, каждый из жюри тоже немного Юра. Ну, вот Хабенский стоит между этажами с жильцами и решает, куда шлагбаум ставить. Ну, он же чуть-чуть Юра в этот момент, правильно? Вот. Константин Эрс, мощный продюсер. Сколько проектов сделал? 15 лет у одного и того же парикмахтера. Юра же, по сути. Юра был всегда с нами. И сегодня он с нами здесь, в Крокусе. Спасибо, Юра. Надо как-то классно закончить. Гар, ну и как Юра закончит? Слушай, Юра, мужик простой, Юра ничего просить не будет. Юра споет песню. Какую? А давай какую-нибудь хорошую, которую Юра написал. Субтитры сделал DimaTorzok И не сбился с пути. Спасибо. А на это ответит, не случится. Музыкальное домашнее задание. Версия следующей команды. Команда имени меня, город Королёв. Сняли столько фильмов про супергероев. Но где же фильм про российского супергероя? А, вот же он! Где-то на секретной базе. Наконец-то получилось. Мы создали первого российского супергероя. Сынок, ты теперь работаешь на правительство. Подпиши договор. Даже не прочитаешь? Ай! Капитан Авось. Дороги, больницы, кино. Один порой для всего. Делай всё на Авось. Авось. Снаряжение при тебе? Да. Вот мой трофей Вьетнама. Щит-звёздочка. Помогает от всего. Но мне бы оружие? Оно есть. Волт Бредков! Но зачем он мне? Авось, пригодится. Ну что, пора начать борьбу со злом. А самое главное зло в России – это суеверие. В стране орудует банда суеверий. Они прокляли Маргенштерна, наступили на ногу Худряшову, перебежали дорожку Диме Билану. Авось, правительство России полагается на тебя. На следующий день Авось поймал банду суеверий. Это было несложно. Если бы это было сложно, он бы их не ловил. Наконец я поймал всех тех, кто приносит несчастье россиянам. Баба с пустыми вёдрами. Человек, разбитое зеркало. Свистун-уничтожитель денег. Чубайс. Последние двое работают в паре. Теперь вы будете сидеть здесь пожизненно. А ты, чёрная кошка, по девяти жизненно. Ты что, правда думаешь, что если ты уничтожишь нас, плохие приметы, исчезнут все проблемы в России? А вдруг? Ну ничего, мы же ему отомстим. Конечно, у нас уже созрел план. В новогоднюю ночь на экранах страны Не будет президент говорить свою речь, А появимся мы. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы покажем и меня, человека, разбитое зеркало, И тебя, женщина-ведро. Не называй меня так, пожалуйста. Может, вы забыли? Но мы в тюрьме. Ну это же авось. Наверняка он положил ключ где-то под ковриком. Хм. Под ковриком его нет. Чёрт. Он прямо на ковре. Есс. Тише, тише, тише. Счастье любит тишину. Есс. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ребёнок? Это не просто ребёнок. Это ребёнок без души. Когда он был младенцем, его мать выкладывала его фотографии без смайлика на лице. Ну что, как назовём нашу команду? Ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Чёрт. Корабль. Баба на корабле к беге. Беда не приходит одна. В смысле? В коромыслие! Хватит болтать! Вперёд! На том самом месте, где президент России Владимир Владимирович Путин записывает новогодние обращения. Вроде всё готово. А где ребёнок без души? Он не смог прийти, но прислал на замену ещё более ужасного подонка. Пожиратель с ножа! Чёрт! Кажется, у нас гости! Хоть бы не авось! Хоть бы не авось! Хоть бы не авось! Перестаньте меня вспоминать! Я смотрю, у вас новенький. А где твоя команда? Просто все мои помощники заняты. Тяп-ляп кладёт дорогу. Халтура снимает голубой огонёк. Халява не пришла. Тебе конец! А! Как ты в меня попала? Я стреляла на авось. ВЕЩ! ВЕЩ! Ха! Что ты такое? Это Чубайс. Его суперсила-живучесть. Тогда придётся драться в моём коронном стиле. Спустя рукава. Моим же оружием! Ну что, авось, приготовься стать авоськой. Всё равно добро сегодня победит. Да с чего ты взял, что ты добро? Люди полагаются на тебя и не делают прививки. Из-за меня как раз делают. Авось, квартиру выиграют. Ты, может быть, ещё не в курсе, но тот, за кого ты борешься, тебя предал. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Нееет! Тьфу-тьфу-тьфу! Через левое плечо! Это было слишком легко. Переступи обратно. Что? Вы что, ещё не умерли? Скрещенные пальцы! Кажется, я знаю, как уничтожить суеверие раз и навсегда. Нужно просто положить на них болт! Нет! Прямой эфир через три, два, один. Дорогие россияне! Этот год выдался непростым, как и предыдущие. Но я столько раз вам помогал за эти годы. Благодаря мне асфальт кладут, когда выпадет снег. Благодаря мне носки с дыркой – это всё равно носки. Благодаря мне многие из вас, в принципе, появились на свет. Но, как говорил мой учитель, я устал, я ухожу. Попробуйте прожить хотя бы один год без авося. Авось прокатит. Мы ещё вернёмся. И только попробуйте сказать, что Лобода не фонтан. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, ходят слухи, что нельзя выиграть высшую лигу с первого раза. АПЛОДИСМЕНТЫ Это всё суеверие, ребята! Сибирь и сихарактет! Послушайте, ребята, но ведь мы же смогли с первого раза стать чемпионами. Ну не знаю, я вот не верю, что вот так можно появиться и резко выиграть в первый год. Это ты Путину расскажи. Это, кстати, мы им придумали. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, вы песню выучили? Ну тогда погнали! Хотим от суеверия мы всю страну избавить. Но есть одна примета, что на чуть-чуть хотим оставить. Загадаю я желание между двух костей, чтобы выбрали чемпиона не на авось. Таких разных людей снова собрала игра Калэм. Заключая всю связь поколений, Заключая в них связь поколений, Не пора бы тогда у любимой игры юбилей Откасаться от всех суеверий. Откасаться от всех суеверий. Ну что, копчо! На сцене со своим музыкальным домашним заданием Следующая команда. Команда Доктор Хаус. Могилев, Республика Беларусь. А финал такая игра, где нужно прыгнуть выше головы. Это Крокус, Крокус, Сити Холл. Крокус, Сити Холл. Крокус, Крокус, Сити Холл. Поднимите руку, кто пришел. Поднимайте, кто пришел. А теперь кто QR-код купил? Кто его купил? Кто его купил, купил. Ладно, никто в зале руку не поднял, значит все вакцинированы. Почему? Ну после прививки руку хрен поднимешь. Ну да. Москва еще разгромит! Москва, Москва постоянно в движении. Ладно, ребят, что ждут от белорусов в финале? Ну что они согласятся. Я не про интеграцию. У меня от этих штук начинается паническая атака. Господи, а с каких пор у бедных богатые болезни? Ладно, финал. Самое время сказать самое главное главному. Уважаемый Александр Васильевич, можно, пожалуйста, золотую медальку, пользуясь случаем, повыше перевешу, чтобы никто не допрыгнул. Так, Паша, топай сюда. Сегодня очень важная игра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Важная игра. Друзья, мы как белорусы хотим сказать... Ладно, ладно, ладно. А, это ваши были ребята? Мы ж не знали. Э, ботинок, оставь. Эти мигранты когда-нибудь допрыгаются, конечно. И вот когда мы уверенно стоим на своих ногах, мы будем бороться. Объявляй. В финале нужно отдавать все самое лучшее, что у тебя есть. Итак, типичные белорусы глазами россиян. Здравствуй, Олесь. Здравствуй, Олесь. А где твоя жена, Олеся? Олеся в Полесье. А ты брал у русских в долг? Сегодня? Еще нет. Завтра два раза возьму. И за меня возьми. А куда ты такой нарядный? Картошку копать. Так декабрь же. Так и что теперь? Картошку не копать. Уже восемь часов. А я еще домрычевой не гордился. Завтра два раза погоржусь. Олесь, а почему ты с хлебом да солью? А вдруг гости? А ты пойдешь сегодня на концерт песняров? Так его же отменили. Их собаки покусали. Какие собаки? Бялявая, шарнявая. А третья рыжая кучаравая. А может, ну ее эту картошку. Давай сало с борщом. Ты что, Олесь, хочешь, чтобы... Как на Украине? Заговорились мы с тобой, Олесь. Заговорились. Ко мне братья из России приезжают. Пойду казино построю. Нам нравится творчество Сергея Шнурова. И сейчас объясним, почему. Просто мы, как белорусы, понимаем, что такое быть и политиком, и артистом одновременно. Поэтому предлагаем вот такой проект. Встречайте, Сергей Перешнуров и группировка Кремлеград. Опа! Держись, Европа! У России покупать газ дороговато. Ну тогда Зеленский Вова ехать, ехать в НАТО! Ехать в НАТО! Ехать в НАТО! А я напомню, эта песня играется только на трубах! Подписываемся на нас в госуслугах! Медведи в совбезе устроят, А Миллер богаче нас всех. Кудрин карьеру построил, А в чем же секрета успех? А в Питере жить, Питере жить! Надо было вам жить! Питер жить! Питере жить! Надо было вам жить! Спасибо, Грого! Спасибо, Грого! Друзья, в этом году у Беларуси забрали право на участие в Евровидении, забрали чемпионат мира по хоккею, не разрешили участвовать в ралли Париж-Дакар и еще много чего. В общем, уважаемые жюри, КВН — это единственная возможность в этом году у беларусов хоть где-то взять медали. Медали, чтоб заслужить, Лично каждому предложим. Начнем со Светланы Лободы. Хочешь платье в новых самых лучших, Их купите сами. Просто вряд ли в вашем вкусе Трикотаж из Беларуси. Хабянский! Партизанам с нимем В новом белорусском жилье. И напомним мы, Татьяне, Беларусь как представляли. Юлия Соломонович, вам тоже есть предложение. Хочешь делать вас научен Так, чтоб ноутбук был включен И отсадим белогею, Что мешает спать. Дима, ноги! Хочешь! 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 Странно, но если так получится, Мы бы не хотели Единолично побеждать. Мы бы эту победу разделили с россиянами. Мы так хотели бы. Но, опять-таки, как получится. Потому что, как показывает история, Все великие и главные победы мы добивались именно вместе. Субтитры подогнал «Симон» 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 В фильме «Ирония судьбы» Лукашин оказался не в своей квартире, потому что к ней подошли ключи. Давайте представим, если бы подобная ситуация произошла в кабинете премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина. Алло, Михаил Владимирович? На столе? Хорошо, сейчас посмотрю. Мужчина! Мужчина! Дмитрий Анатольевич, а вы что тут делаете? Понимаете, у меня каждый год есть традиция засыпать в необычных местах. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит. Я вас очень прошу, уходите. Сейчас Михаил Владимирович придет уже. Я не понял. Дмитрий Анатольевич? Я сейчас все объясню. Я просто шел мимо вашего кабинета и вдруг вспомнил, что оставил там лучшие годы своей жизни. И как вы попали в кабинет? У меня подошли ключи. Но я же менял замок. А я менял ключи. Какая прекрасная музыка. Кстати, давно хотел вас спросить. Я вот слушаю Диперпл. Владимир Владимирович Любе. А что вы слушаете? Мне нравится Лобода. Но слушаю я Владимира Владимировича. Кстати, Дмитрий Анатольевич, раз уж всем нравится эта новогодняя тема, у всех хорошее новогоднее настроение, может вы... А? А? Наконец-то заберете отсюда свою гитару. Знаете, я лучше пойду. Дмитрий Анатольевич, выход там. Все-таки не рассказал про наш потайной выход. Я так понял, на юмор вы не настроены. До свидания. Где выход? Ну что, между первым и второй номерочек небольшой. Анечка, скажите, а вы с кем планируете встречать Новый год? Семьей. А, то есть его семья все-таки смирилась, да, с твоим присутствием? Ну ладно, друзья, после иронии судьбы обычно показывают новогодние огоньки, где поют песни. Ну тогда встречайте, арт-группа Сопрано! И кто это? Сказали же, арт-группа Сопрано! И где ты, сопраньше была? Так, Рухин, идите, не мешайте. Дамы, сцена ваша! Я окна в ночь открою, что встретится с тобою. Пусть я не знаю тебя, мне скажет шепот дождя, что ты грустишь обо мне, и что прийдешь однажды. И что прийдешь однажды. Дамы, сцена ваша! Сопрано! 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 Дамы, сцена ваша! Сопрано! 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 Дамы, все! С наступающим вас! С Новым годом! С новым счастьем, девчонки! Давайте! Счастья, здоровья, любви вашим семьям! Сереж, фотоаппарат верни. Извини. Ага, все, давай. Арт-группа Сопрано! Аплодисменты, дамы! Спасибо вам большое! Ну что, осталось всего пять минут. В это время обычно люди вспоминают прошедший год. Ну, если говорить конкретно о нас, то в начале этого года никто в нас не верил. Все говорили, что ваш автобус ушел, что вы дурачки. Но мы решили, как Форест Гамп, сесть на остановку и подождать. Мама всегда говорила, жизнь, как коробка шоколадных конфет, а КВН, как коробка вина за сто рублей. Я из-за него молодость не помню. Но помню, что было весело. Я начал играть в КВН в 2003 году в Новосибирске, когда еще в школе учился. Моя первая учительница мне сказала, ты своими шуточками ничего не добьешься. Но вот теперь, когда на меня смотрит вся страна по Первому каналу, я хочу сказать, дорогая Елена Ильинична, звонить мне перед таким важным финалом и говорить такое, это очень подло. КВН и тюрьма. Два способа, чтобы покинуть Снежногорск. Большая часть сборной Снежногорска попробовала оба. Я пришел в эту молодежную игру, когда мне было 42 года. Большую часть своей жизни я работал кровельщиком. Крыл крыши в Снежногорске. И даже несколько раз чуть не упал с большой высоты. Точно. Упасть с большой высоты. Есть три способа покинуть Снежногорск. Помню, как ушел из дома. Собрал в узелок свои вещи, прическу и пошел. У меня же есть брат двойняшка. Когда я начал заниматься КВНом, брат начал заниматься инвестициями. Прошли годы. Сейчас у него майбах, часы за пять миллионов. А у меня КВН. На наших праздничных семейных застольях перед гостями мама хвастается только моими КВНовскими успехами. Потому что брат из Нью-Йорка на эти нищие посиделки не ездит. Я начал играть в КВН в 2002 году. В крохотном поселке, который называется Могойты. Он находится настолько в глуши, что там не ловят первый канал. Представляете, КВН там есть, а первого канала нет. Поэтому для всех жителей поселка я как Константин Львович Эрнст. Никто. Помню, когда я был маленький, я вместе с дедушкой смотрел КВН и писался от смеха. Прошло уже много лет. Все тот же КВН, все тот же дедушка. Я сейчас приду. Так, Герман, погоди. Я начала играть в КВН в 2007 году. Все это время я искала себе здесь обеспеченного мужа. Теперь уже все изменилось. Теперь уже не важно, какого мужа. Главное – хорошего отца. Главное. Спасибо. Продолжение следует. Сейчас. Да, все мы как Форрест Гамп. В одних кроссовках, не зная для чего, просто бежали много лет. И нам не важно было знать, что впереди. Нам, как и ему, важно было просто бежать. Ведь он все эти годы бежал к своей мечте, к Дженни. У нас тоже есть мечта. И пусть ползем мы к ней, скорее как безногий лейтенант Дэн, но в душе мы мчим, как Форрест. Ну что, может, присядем на дорожку? О-о-о! Ничего себе! Наши команды! Сейчас вообще прям как в фильме Форрест Гамп. Заканчиваем тем, с чего начинали. Да нет, мы скорее как из фильма «Привидение». Пока вы не уйдете, нам не обрести покой. Александр Васильевич, а может, проводите нас тоже, присядете на дорожку? Золотые слова. Дорогие друзья, эта лавочка бесконечна. И это и есть КВН. С той стороны все то, что было до высшей лиги, а с той все, что после. Да, там дальше лавочка становится все удобнее и удобнее, и даже превращается в диваны и комфортные кожаные кресла. Но чтобы понять, насколько кресло комфортно, нужно хотя бы пару лет посидеть на этой лавочке. Александр Васильевич, может, все-таки что-нибудь скажете? Ну ладно, вы молодцы. Дуйте уже. Ну, как скажете. Че, дуем? Пролетели словно миг стольких лет круговорот В этой школе выпускник я который год Если б выдался мне шанс взять на прошлое взглянуть Ничего б не изменил, славный вышел путь Слушай, шеститысячный зал Есть люди те, кто когда-то играл Вместе с нами давай Громкость подпевай Громкость подпевай Неудержимый, Джо. Вот теперь точка. Музыкальное домашнее задание. Сборная Пермского края. Пермский край. А сборная Пермского края в домашнем задании подготовила красивую зимнюю сказку «Снежная королева». Скорее, зритель, нашу сказку смотри, ничего не пропускай. Э, молодежь, вы че, какая «Снежная королева»? Я же Эрсту еще в одной восьмой домашку брата обещал. Чего? Вы че, забыли? А давайте в одной четвертой брата покажем. Константин Львович, дайте шанс. Игорь Сянов. Человек три игры ждал. Да ничего он не ждал, просто махнул и забыл. Махнул и забыл, он наиграй гармон в девяносто девятом. А брата он ждал. Все уже поздно, мы показываем «Снежную королеву». Ребят, готовы? Давайте продолжать. Скорее, зритель, нашу сказку смотри, ничего не пропускай. Как в «Снежной королеве» попадет несчастный гай. Музыка ваша американская. Фуфло. Большие города. Пустые поезда. Игорь Саныч, мы же вам говорили, мы вашего брата показывать не будем. У нас «Снежная королева». Вы серьезно? В финале про магазин «Дубленок»? Какой магазин «Дубленок»? Это про Каи и Герду. Мальчика и девочку из бедной семьи. Вот эти из бедной? Они что, на всю путинскую десятку хлеба с майонезом купили? А вы что предлагаете? В финале показывают про мужика, который вернулся из армии и на рынке бандитов убивает. Ну вот видишь уже, ты мое знаешь, я твой, нет? И что вы, один своего брата будете показывать? Почему один? Вот, Мэрилин, вы серьезно? Мы готовились, репетировали, костюмы шили. А я лысую путану нашел. Кому сложнее было? Это у нас в Перми их полно. А тут Собянин за городом следит. Вообще-то в КВН для этого актрису приглашают. Актрису? Чтоб сыграть проститутку? А нахрена такой крюк? Не, Константин Львовичу, конечно, извините, мы бы раньше показали, но просто реально такую экзотику хрен найдешь. Игорь Александрович, мы будем показывать «Снежную королеву». Только через мой труп. А мы вам тысячу дадим. Но если Константин Львовичу не понравится, я буду показывать брата. Не знает Каис, что его ждет, Его колдунья украдет, Холодный замок заберет. Какой милый мальчик. Не, Киркоров мне не нравится. Слаща вам какой-то. Игорь Александрович, вы опять? Да вот, нет, Эрнст и СМС-ка пришла. Давайте, брата, через... О, серьезно? Ну давайте покажем. Че, вам жалко, что ли? Тем более у вас тягомотина какая-то. Игорь Александрович, сейчас начнется самое интересное. Снежная королева меня украдет. Тебя? Как банкомат цепи перевяжет и самосвалом дернет. Все, Игорь Александрович, не мешайте нам. Так, стоп. Че ты сейчас спела? Хочет брата своего спасти. Ха, кальян на браге. Так если у вас тоже брата спасают, давай просто чуть-чуть сюжет переделаем, да и все. Как? Ну, поедем к Снежной королеве не на санях, а на фуре. И победим ее не добром, а из обрезов бочину шмальнем. Игорь Александрович, в зале дети. Ну и что? Пусть привыкают. Не всем же в Москве жить. Да че вы опять сюда выперлись? Да потому что надо, быстрее показать брата, пока охрана не узнала, что у Мерлин QR-код поддельный. Вы серьезно? В стране бесплатная вакцинация, а не QR-коды левые за деньги делают. Вы че дебилы? No, we are Russians. Да все, уходите, у нас сейчас финальная сцена. Битва со Снежной королевой. Снежная королева, где Кай? Он собирает из льдинок слово «госуслуги». Блин, да куда все опять пропало-то? Кай, пойдем домой, быстрее! Оставь его, глупая девчонка, он никогда не вернется домой. Его сердце превратилось в лед. И ваше тоже! Игорь Александрович, вы че делаете? Обрез пилю. Вы же сами сказали, на, победить Снежную королеву. Какой обрез? У нас нет времени на эту ерунду! Согласен. Так, где Гусман? Дед, продай ружье! Игорь Александрович! Сколько можно уже? Вы нам весь сезон все портите. И сегодня решили испортить, потому что вы, видите ли, что-то там Эрнсту наобещали. В самом деле, Игорь Александрович, сколько можно? Тихо, 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 все. Молодежь, вы че реально думали, что я ради Эрнста это все показываю? На самом деле, этот фильм — единственная память, которая у меня об отце осталась. Мы с ним раньше его смотрели, пока он от нас не ушел. Игорь Александрович, вы почему раньше не сказали? Ну, КВН, финал. А это не смешно вроде? И не празднично? Вы извините, мы не знали. Ну, давайте концовку Снежной королевы в стиле брата покажем. А че, так можно? Мы все равно уже минуту просто общаемся. Спасибо, молодежь! Большие города Сырые поезда Теперь и комиссар Ну, куда тоже? Да ладно, че ты? Сначала Да ладно, че ты? Солодная война Лобода, а ты че? Игорь Саныч И время как ваза Кай Да ты чего? Ты же брат мне А помнишь, как ты ногу подвернул И я тебя целых восемь километров Кативу А ты че смотришь? Я же сказал Кто брата тронет Завалю Игорь Саныч Игорь Саныч АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну чё, спасибо, молодёжь! Да не за что, Игорь Александрович. Скажите, тяжело ему без отца было? Да, конечно, тяжело. Я эти полчаса на всю жизнь запомнил. В смысле полчаса? Вы сказали, он из дома ушёл. Ну да, в магазин. Я тогда маленький был, впечатлительный. Думал, он навсегда ушёл. Вы серьёзно? Вы нас опять обманули? Вы понимаете, нам и так тяжело. Там другие команды видео из космоса показывают, пародии делают. С Квеном прощаются, а нам, как медали выигрывать? Егор, ты так ничего и не понял? Подскажи мне, в чём сила? Разве в медалях? Вот и другие команды думают, что в медалях. А я считаю, сила в том, чтобы люди смеялись. Правда? Правда? Ну вот. А у кого правда, тот и сильнее. Сборная Пермского края. Спасибо. Ну вот, друзья, команды сегодня сделали, я так полагаю, всё, что могли на сегодняшний день, на сегодняшний вечер. И теперь дело за нашим уважаемым жюри. Я приглашаю представителей команд пройти на эту сцену. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы каждый из членов нашего сегодняшнего жюри сказал несколько слов о сегодняшней финальной игре. Дмитрий Нагиев. Пожалуйста, Дима. Добрый вечер, дорогие друзья. А вообще, вы знаете, я подумал, КВНу ведь всего 60 лет. 60, что это такое? Некоторым здесь гораздо больше. Кому-то ровно 60. А вон сидят огурцами, ничего. 60 — это не 100. Представляет 100 лет КВНу. Александр Васильевич объявляет меня. Я говорю несколько слов. Потом в табеле о рангах смотрит, кто следующий, объявляет следующий. Он встает и говорит, спасибо, Диме, за эту блестящую речь. Я поздравляю вас с Новым годом. И надеюсь, что у нас дальше будет все хорошо. Спасибо вам, что вы есть. Мы вас очень любим. Спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, слово новичку нашего жюри. Константин Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер еще раз. Я, конечно же, поначалу чувствовал себя немножечко Сережей Буруновым. Да, но потом дал себе установку получать удовольствие, выдавать максимальные баллы и по возможности старался это делать честно. Я, конечно же, хочу, чтобы в Белоруссии сняли кино про чемпионов КВН. Я, конечно же, хочу, чтобы наконец-то 9 золотых медалей прибавилось в этом году. Я, конечно же, тоже хочу, чтобы все у вас было хорошо. И, конечно же, альтернативное новогоднее поздравление имеет, скажем так, силу, вес и актуальность. Но правда-то в том, чтобы люди смеялись и смеялись искренне. И я за эту правду. Я всех поздравляю с Новым годом. Пускай он будет счастливым, пускай он будет радостным, пускай он будет искренним. Спасибо. Спасибо. Светлана. Светлана Лобода. Дорогие друзья, я буду более краткой. Я хочу поблагодарить вас за сегодняшнее настроение, за эмоции, которые вы дарите людям. Я на протяжении всего вечера думала о том, что каждый раз смотрю КВН и понимаю, насколько сложно вам находиться на сцене, насколько тяжело это все же угодить каждому и попасть в сердце каждого человека. Вы огромные молодцы. Многие шутки мне понравились. Многие очень понравились. Огромное вам спасибо за сегодня. Я поздравляю всех вас с Новым годом. Я поздравляю наших телезрителей, наших людей, которые сегодня находятся в зале. И всех благ нам в этом наступившем году. Будем очень надеяться, что будет много сил у каждого из нас, много вдохновения и много счастливых и красивых дней. Любви. Всем нам спасибо. Спасибо, Светлана. Татьяна Напков. Таня, пожалуйста. Замечательный сегодня вечер. Просто подарили нам, всей стране. Супер шутки. Про Пескову, думаю, теперь нужно будет задуматься. Вот. Дома обсудим. Белорусы, спасибо вам за эту песню. Заставили прослезиться. Прямо. Это было круто. Ребят, поздравляю. С Новым годом. С новым счастьем. Всем нам не болеть. И любви, конечно. Спасибо. Спасибо. Пелагея. Ну что, дорогие друзья, еще один сезон позади, еще один год позади. Для меня огромная честь и большая радость, как всегда, быть сегодня здесь. И сезон был прекрасный, много новых лиц. Есть и прекрасные, любимые, старые, знакомые. При этом, знаете, для кого-то это первый финал, для кого-то, как вы говорите, последний. Я вам хочу сказать, не зарекайтесь никогда. КВН – это такая удивительная штука. Однажды, попробовав это ощущение, невозможно от него отказаться. Поэтому я надеюсь, что мы с вами увидимся. И всем нам желаю прекрасного Нового года. Спасибо. Спасибо. Юрий Гусман. В начале сегодняшнего вечера Александр Васильевич сказал, по-моему, замечательную фразу, что КВН – это удивительно хороший способ прожить молодость. Но, верьте мне и моим опыту, это замечательный способ прожить жизнь. Это правда, друзья. Я очень хочу вам пожелать, чтобы в этом 22-м году, еще много-много лет, вы ее проживали весело, с юмором, достойно, честно, как вы играли сегодня. С Новым годом. Спасибо. Юрий Гусман. Председатель жюри Константин Эрнст. Это был тяжелый год. И пусть в новом, во-первых, свалит ковид. Во-вторых, никто не переходит красные линии. В-третьих, чтобы произошло что-то смешное. Например, наша сборная все-таки дошла до Катара. Спасибо, уважаемые судьи, уважаемые наши жюри. Наконец, оценки. Доктор Хаус Могилев, Республика Беларусь. Пять, шесть, 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 пять. Юра, университет Синергия, Москва. Пять, шесть, пять, 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 пять. Неудержимый Джо, Россия. Шесть, шесть, пять, шесть, шесть, пять, шесть. Имени меня, Королев, Московская область. Пять, пять, шесть, пять, шесть, шесть, шесть. И сборная Пермского края, Пермский край. Судьи, наконец, сошлись во мнении все максимальные шесть баллов. Итог игры. Юра, десять целых четыре десятых балла. Доктор Хаус, одиннадцать баллов ровно. Имени меня, одиннадцать целых две десятых балла. Неудержимый Джо, одиннадцать целых четыре десятых балла. Сборная Пермского края, одиннадцать целых четыре десятых балла. Итак, дорогие друзья. Доктор Хаус, бронзовые медали. Имени меня. Серебряная медаль. Прошу. Спасибо. Имени меня. И, наконец, чемпионами высшей лиги нового сезона становятся две команды. Прошу. Неудержимый Джо и сборная Пермского края, Пермский край. Партнер Игорь Квен, Тинькофф Банк, принял решение не делить главный приз между двумя командами, а подарить каждой команде победителю карту Тинькофф Блэк с суммой один миллион рублей. Тинькофф Банк, которому уже пятнадцать лет доверяют миллионы клиентов. Ну что, друзья, сезон, могу уже спокойно сказать, сезон Квена закончен. Играйте в Квен. Не пропустите свою молодость. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!